ахуеть именно на этой фразе мы начинаем наше интервью с гульнас зариповой представься всем привет меня зовут гульнас зарипова я являюсь но я представлюсь как я представляюсь обычно обучениях я являюсь технологом по реконструкции волос данной серии 2016 года я являюсь независимым экспертом технологом без привязки к бренду что мне это дает это дает мне возможность работать абсолютно на любых составах и выбирать лучшие составы для себя и своих мастеров у меня есть своя студия с мастерами то есть основная моя цель на самом деле это привлечение клиентов именно в студию и обучать я уже начала только после того как начали спрашивать как ты это делаешь ну прям горячая штучка я думаю что стоит еще внести такую правку то что ты не просто мастер со студии а с работающей студии это важно которая приносит бабло и бешеные обороты все просто не понимают как она это делает но она знает какой-то секрет мне кажется она продала свою душу дьявол за полную запись к мастером учитывая что у нас моно студия да у нас нет каких-то таких коммерческих процедур как окрашивание как что еще как отходит ресницы маникюр маникюр да то есть у нас не таких услуг у нас чисто только уход только реконструкция отлично хорошо я знаю твою историю с именем когда его постоянно пишут или произносит неправильно расскажи пожалуйста о своем внутреннем состоянии в эти в эти момент потому что даже в краснодаре по моему в первый же день в старбаксе мы столкнулись такой ситуации да сейчас быстренько скажу кто не в курсе этой ситуации мы пришли с максом взять себе мачо и когда бармен бариста спросил как подписать стакан я сказала гуль нас в общем он переспросил раза четыре а в итоге все равно написал через букву к в конце с но как как я себя чувствую все абсолютно спокойно потому что я знаю что какая энергетика и какая личность скрывать за этим именем поэтому я абсолютно спокойно то есть если бы я ничего из себя не представляла и внутри меня сидел какой-то такой страх то возможно меня бы наверное это напрягало потому что когда только вернулась а я только приехала в москву я помню этот момент очень сложно было людям произносить мое имя действительно вот и когда я рассказываю на вебинаре про личный бренд и вообще в принципе касаюсь темы личного бренда и говорю о том что если я смогла всю кератиновую сферу заставить правильно произносить свое имя не гульназа до или гульнас а гульнас то почему вы со своими более привычными именами скрываетесь под допустим там босс волос бог волос кератин дагестан 005 там да и как там еще пишут hair мария 25 зачем это делать потому что ну так просто личный бренд не раскрутиться а вас никто не узнает нам и когда в starbucks она взяла стаканчика прочитаю уже мы уже увидели что вместо буквы г стоит буква к она заставила бариста переписывается и переливать и переделывать хорошо почему именно сфера реконструкции почему не но я это наверное сейчас будет вообще на самом деле я думала о ногтях я прям я помню за два месяца до того как я обучилась на кератин я проснулась я еще работала в офисе я подхожу к окну это был май пью чай смотрю в окно и вижу как люди расслаблены идут на работу я представляю как я сейчас пойду в метро буду толкаться ехать и проводить время нелюбимой работе думаю как же круто приехать сейчас и кому-нибудь ноготочки пилить вот если честно так и было с кератином я вообще не сталкивалась пока мне не рассказала подруга об этой процедуре я ее попробовала ну и тогда тоже мысли не возникла сам на самой первой процедуры потому что это жутко воняло это был то ли декабрь то ли январь нам пришлось открыть дверь салона вход в салон был через книжный магазин то есть это было очень холодно был сквозняк и чтобы мне не воняло я просто сидела уткнувшись полотенце это был был кошмар просто я не знаю почему кератин но когда я в следующий раз пошла снова себе делать процедуру все было банально то есть я такая 2000 на мою длину три клиента в день 6000 в месяц это 42000 они вместе в неделю а в месяц и я думаю блин это же несколько месяцев можно заработать себе на машину короче тебя подкупила машина конкретно ну да да составы понятно хорошо я помню прекрасно тот день когда ты выкладывай истории выкладывала истории про свой путь и их максимально подробно читал я приму ник сегодня потому что даже посидел поревел меня это очень сильно затронуло и расскажи пожалуйста вот основные такие моменты ключевые о которых ты вспоминаешь постоянно и считаю что именно они тебя изменили и привели вот к тому кем ты являешься на данный момент ну не знаю сколько они меня изменили единственный такой самый яркий момент я вспоминаю это когда я решила поменять помещение съехаться своего со своей первой студии где были красивые панорамные окна я очень быстро нашла помещение но относительно быстро наверно за неделю но у меня была какая-то внутренняя чуйка что не стоит снимать но при этом арендодатель был такой вроде как добродушный он согласился сделать там часть ремонта за свой счет все под меня на что я просто ну я наверное это купилась но внутри я чувствовала что это не мое я заезжаю проблемы начались с утра я прихожу и мне говорят о том что у меня течет мойка я вызываю специалисты там сантехника фонтан как он называется наверное сантехник да и в этот момент приехала клиентка она сидела ждала пока мне починят мойку и тут мне говорят о том что он ее не может обратно закрутить потому что он все заржавело потому что мой кубас дешевая и я поехала на кошерский рынок и купила не мой то есть не было вот этой вот вот этого шланга который вот на обычных мойках и у нас был такой душевой шланг это просто положить я помню когда мы переезжали и поставили нормальную мойку и есть даже видео где я закрепляла в актуально где у меня мастера таки боже у нас будет нормальная мойка они были счастливы потому что мы два года мыли вот этой вот струей душевой но не было ничего мне пришлось купить выходить как-то из положения купить все я поставила мы отработали я отпустила своих мастеров стоялся спокойно душой мою инструменты и ко мне заходит арендодатель и говорит о том что вы знаете соседи очень жалуются что у вас формальдегид и они не ожидали что вы здесь будете принимать клиентов им очень воняет и спонтом типа съезжайте это был просто такой провал мне хотелось реветь ну что в принципе я и сделала я села в машину и просто я в голоса рыдала от того что я так долго я понимала что мне сейчас предстоит и это был единственный наверно момент когда мне хотелось закрыться я хотела закрыться и думаю зачем мне это вообще нужно в принципе все же нормально иди сними тебе кресло и принимать своих клиентов но наверное ответственность перед моими мастерами потому что я обязана обеспечивать их работы обязана обеспечивать их зарплатой наверное наверное это меня заставило двигаться дальше и я помню как я рыдала звонила мужу я просто вот так вот но это был очень тяжелый момент и меня в прямом смысле этого слова тошнило от телефона сколько времени я проводила на циане авито искала подходящее помещение я его довольно быстро нашел где-то за месяц но я это делала между клиентами после клиентов то есть я смотрела его я смотрела искала помещение везде и я ждала вот это вот зынь и оно произошло до из мультфильма оно произошло с одним помещением в котором мы в итоге проработали два года в котором я выросла но многие его почему-то по телефону по видео воспринимали больше они говорили что ой мне казалось что студия больше но это был такой вот небольшой какой-то лоскуток но в нем было максимально кафот наверное вот этот момент самый такой яркий запоминающийся как я устала как мы искали и как было сложно я думаю что вот этот момент про ответственность за мастеров это одно из лучших качеств руководителя потому что ты действительно могла все бросить а ты просто поперла дальше да я могла сделать так как мне комфортно потому что в принципе работая мастером я зарабатывала ну неплохо но для меня такие моменты это всегда говорит о том что я сдаюсь я не могу себе позволить сдаться я не знаю откуда это либо это синдром отличницы только о нем подумал да что должна все делать хорошо ты не должна расслабляться хорошо свою сторону я часто слышу что мне все проплатили родители либо же я насосал что говорят тебе знаешь мне вообще на самом деле довольно такая аудитория очень лояльная наверное потому что я транслирую свои ценности я привлекаю похоже к себе людей мы бывают мне не каждый не каждый мой подписчик пишет то что я насосал давай бывают залетные согласны бывают залетные но знаешь как нет подписчики не пишут это выясняется через наших клиентов которые ходят ко мне и допустим моему колористу и в работе допустим когда работает колориста у них такой проскальзывает хочу где у него муж работает а чем он там занимается но над скажи честно он же есть салон открыл или такие моменты типа неужели на кератин столько можно заработать счетом не рассказываешь типа нет вообще нет вот это до меня доходит что у меня обсуждают именно наши клиенты кто-то лично не говорил и так тоже слушаем и чисто теоретически получается ты тоже насосала мы интересуются через мужа через мужа да они думают они думают что мне муж купил машину муж мне открыл салон потому что открытие салона ну думают что тогда открытие салона было через за три дня до свадьбы то есть скорее всего так и думаю мне кажется что на моей родине то что вышла замуж удачно а мне до сих пор интересно у кого нас сал я вообще понять не могу хорошо квартиру нужно еще бэха x6 тем хорошо часто сталкиваюсь с тем что семейные ценности они неадекватны в нашей стране ты зарабатываешь больше мужа я думаю это нет для кого не секрет прокомментируй этот момент вот как это идет внутри вашей семьи я вообще считаю что деньги это не главное чем держится отношения и на самом деле когда мы только начали встречаться с мужем естественно я зарабатывала меньше и он зарабатывал столько что я думала охренеть вот но суть том то что когда я расту и он в плане сознания финансового растет со мной тоже то есть если примеру два года назад ему подарить мне сумку там за 150 160 тысяч было типа ну просто чем-то вообще нереальным то сейчас он сам идет на такие поступки так скажем да и я не знаю мне кажется я мужа могу говорить вообще бесконечно наверное когда мне говорят что тебе повезло мне повезло вот в плане до действительно встретить такого мужчину правочка насчет повезло никому ни с чем никогда не везет к сожалению потому что чтобы его встретить и делал определенные усилия чтобы он тебя встретил он тоже делал определенные усилия и чтобы дойти до того что у вас есть сейчас вы каждый день стараетесь поэтому никому никогда нигде не везет надо пахать и башек на всем полностью и нет вообще у него очень крутое у него офигенное чувство юмора он вот я говорю он в плане финанс он не дает мне он меня не душит он не дает развиваться вот и на самом деле он зарабатывает немало то есть как бы он неплохо зарабатывает он работает нефтегазовой отрасли он растет и сейчас еще плюс им на него так скажем упал это ответственность за магазин на котором на котором он действительно тоже как бы зарабатывает и все 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 отлично да очень люблю это видно очень даже если взять допустим сегодняшнюю ситуацию когда тебе написали чтобы да я с каким-то максом шла завтракала проводила обучение домой муж бы но это не здоровые отношения я считаю что это ну просто нереально круто что у вас реально есть такие здоровые отношения семейные ценности да вы уже женаты замужем там какое-то количество времени у вас максимально круто и вы друг друга поддерживать просто я считаю что большинству российских браков нужно равняться на вас знаешь я еще часто сталкиваюсь с таким убеждением что всегда в отношении кто-то любит кто-то позволяет любить я долго над этим думала потому что я не считаю что в наших отношений кто-то любит а кто-то позволяет вообще абсолютно не так то есть у нас настолько они какие-то равноправные ой я вспомнила что еще хотел сказать в те моменты когда женщина зарабатывает больше я считаю что большая ответственность лежит на сохранении семьи именно на женщине в плане ее гибкости то есть если она будет приходить домой и с ноги открывать дверь и показывать дома что она мужик и она зарабатывает и постоянно тюкать своего мужчину о том что я вношу больше допустим семью то ну как бы далеко на этом не уедешь либо он сопьется станет каким-нибудь тюфеком да либо просто вы разведетесь вот и все и очень важно в этот момент подстраивается и отдавать так скажем бразды правления мужу и становиться такой вот решай сам я обычно за мужу говорю как скажешь то есть у нас какой-то мы обсуждаем какую-нибудь там ситуацию глобальную да там допустим покупку глобальной или как нам поступить я говорю как скажешь куда скажешь то есть мне все равно как главное с ним когда ты приходишь домой это умеешь оставить вот работу за дверью выключить себе вот эту бизнес-вумен и прийти домой реально женой очень сложно но стараюсь сейчас начала практиковать что я просто убираю телефон и пытаюсь потому что я периодически все равно от него ловлю такой убери телефон но когда он начал заниматься магазином он начал больше наверное меня в этом плане понимать и немножко больно теперь тоже до в телефоне чуть чуть меньше чем я вот но я себя ловила пару раз на таких моментах что я снова как командир начинаю вот так как он в чате магазина и я бывает в чат могу там поругаться и как-то ну не мое надо надо от этого уходить то есть я прям на этом я неестественно себя чувствую когда это делают то есть значит это надо убирать хорошо многие мастера мечтают открыть свои салоны набрать мастеров и быть руководителями это легко или все же стоит снять розовые очки и посмотреть на какой-то другой мир реальности вообще бьюти сфера одна из самых сложных сфер в сфере услуг во первых потому что это женщины во вторых постоянно нужно держать руку на пульсе это тебе не химическое какое-то открытие просто знаешь там принимать как бы куртки до пуховики тебе постоянно нужно быть в тренде помимо и я так скажу что кератинить и делать кератин делать красивые волосюшки красивые волосы это не руководить то есть прежде чем стать руководителем нужно учиться на руководителя и быть реально руководителем потому что это абсолютно другой это абсолютно другая роль и в какой-то момент нужно прийти все-таки к тому что ты от мастера переходишь руководителя это еще говорит о том что многие мастера не чувствуют вот этой вот грани то есть они им очень сложно воспринимать тебя как руководителя когда ты стоишь за соседним креслом и обслуживаешь клиента так скажем это очень такой сложный психологический момент но я думаю что если уходить прямо вот в руководство салона в развитие салона и дальнейшем развивать это в сеть то знаешь просто многие думают то что быть руководителем салона красоты это проснуться там в 10 утра выпить чашечку кофе зайти в instagram поехать есть свой porsche приехать на любимую работу набрать кэш собрать кэш и поехать в луи виттон покупать себе и заказывает сумочку и ждать его полгода я думаю что это большая иллюзия для них прекрасно в этом плане это сложно это сложно руководить это очень сложно но я скажу что я бы не смогла просто даже если к примеру салон построен таким он у меня полностью автоматизировано сколько дней здесь возмусь здесь я хочу дать маленькое уточнение вот в чем основные отличия между тем чтобы быть мастером реально быть руководителем я знаю о том что у вас там есть и директора и управленцы остальные куча отчетности но вот расскажи на заголовную боль руководителя то есть что это все-таки такой несложно делегировать сложно это все контролировать очень сложно это контролировать передать полномочия абсолютно несложно забирайте да пожалуйста вот я вот рассказала как сделать и все сложно знаешь как он ну к примеру менеджер это точнее администратор должен выложить stories допустим у нас есть договоренно что он выкладывает до после минимум три работы в день выкладывает окна и к примеру атмосферу студии вот сегодня работа какие-то мастера можно еще какой-нибудь рассказать и если руководитель не посмотрит инстаграм и к примеру при выявлении вот такой вот ошибки что администратор не выложил окна проигнорирует этот момент и не сделает на него упор и не скажет они подумают что ночь не смотрят нужно не выкладывать то есть всегда будет прощупывание мастера твоя команда будет прощупывать докуда можно где границы и когда они будут чувствовать что они переходят то есть если ты не дашь отпор они будут понимать что так можно делать и это будет как бы расширение их так скажем границ а потом клиенту и номер дать из работы с выда у меня с этим прям очень очень строго для меня это кражи для меня это кражи кто есть до того как я стала руководителя более легкая но при этом очень многого боялась неопытная я до сих пор пытаюсь стать руководителем я до сих пор учусь быть руководителем и у нас есть моменты когда мы плачем вместе то есть я сначала ругаю девочек они высказывают недовольство мне ревут я смотрю на них ревут тоже и мы втроем обнимаемся и ребен но и это просто то есть женщины руководить это очень сложно потому что очень сложно отделить эмоции очень сложно отделить эмоции потому что женщина на национально она ей не понравилось какие ответили все вот это вот как кавказ ты знаешь типа уволить нет тут нужно понимать что ты сотрудник есть ценные сотрудники есть какие-то человеческие факторы вот я до сих пор учусь руководить я им говорю что если на какую-то ситуацию не отреагировала так как руководитель должен отреагировать простите меня потому что я расту вместе с вами я как вы пытаюсь быть руководителем я пока этого не умею стопроцентно делать но при этом я понимаю что если я буду тем руководителем который прям вот я придерживаюсь авторитарного управления такого потому что сначала авторитарная потом более демократичный потому что если начинать с демократичного или там допустим с либерального когда ты даешь возможность и точнее там знаешь вот ставишь задачу и говоришь у тебя есть такой-то срок там ставишь дедлайн и вот в течение там примеру там недели ты должна это выполнить и абсолютно не контролируешь и следишь тут очень сложно то есть надо прям надо действительно уметь дома мне кажется у меня муж вообще абсолютно не чувствует что я какой-то руководитель дома у меня этого нет вообще абсолютно то есть и даже где-то может быть у меня муж такой то есть он у меня такое знаете он вообще лишний раз не похвалит лишний раз не скажет что-то но при этом я друзей узнаю о том что как он мной гордится как он обо мне там рассказывает и вчера к примеру я ему звоню они сидели тоже с другом позавчера другом и подруга его зашла подруга детства она живет в соседнем доме и вот говорит о тебе разговаривали я врачом говорили о том какая ты классная о том какая ты хорошая и алина начинает говорить я грудь что-то там говорил он молчит то есть вот дома у меня вообще абсолютно нет ощущения что я руководитель что такая крутая такая тут группы собираю что мой восхищаются вообще такого нет абсолютно тебе не обидно что он тебя хвалит но не тебе в лицо но возможно не так часто не хотелось бы нет он без слов понимаешь он поступками доказывать свою любовь и показывает или если бы мы сейчас вернулись назад когда в твоей голове первый раз появилась мысль открыть студию ты бы пошла прошла бы еще раз весь свой путь знаю что будет вообще дальше какие сложности тот же самый душ магазин администраторы косяки со стороны персонала ты бы прошла это все однозначно да однозначно и даже если вдруг не дай бог там при каких-то обстоятельствах мне придется закрыться примеру или если у меня там мой бизнес потерпит там неудачу да однозначно да потому что в первую очередь это не про салон это в первую очередь про меня про становление меня как личности про мой опыт однозначно я бы прошла если бы заново ты сейчас сказал о том что если бы мой бизнес потерпел крах да если бы мы закрылись то есть внутри скорее всего что-то сидит и это как после общения с психологом ну скорее всего такое возникает тем более сейчас в той ситуации когда есть везде qr коды я прохожу один курс где находится ну очень много владельцев салонов красоты многие скидывают отчетности по своей выручке и у всех знаешь там были миллионные выручки в неделю и наступает момент ввода qr кодов выручки 0 не боишься ли ты что дальше все станет настолько жестко что мы просто не сможем работать любая такая ситуация внештатно так скажем да она дает тебе повод взглянуть на эту ситуацию с другой стороны и посмотреть найти какие-то другие выходы и это я думаю и отличаете бизнеса которые выходят из кризиса потому что они умеют подстраиваться под эту ситуацию и смотреть не однобоко да а как-то пытаться ее решить обойти что-то придумать новое совершен соответственно расти а те тот бизнес который смотрит но не хочет соглашаться с реалиями и пытается в лоб работать и не пытаться искать каких-то новых решений таких скорее всего чаще всего и закрываются поэтому но это просто проверка вот когда первый раз наступил карантин многие по закрывались и ушли из сферы общей салонного бизнеса то купила мэрс как это произошло какой-то момент появился докопила то есть причем при моем неумении копить деньги вообще как бы от слова совсем я никогда в жизни не копила может быть в детстве на шоколадке никогда не копила я какой-то момент осознала что я могу себе позволить машину и я хочу машину потому что я продала свой свою предыдущую ласточку но я реально можно так называть лансер митсубиси лас она была классная она была классная там говорят каком-то в пузове не помню в каком вот я ее продала но кто-то думает что типа я ее продала и у меня остались деньги с ее покупки нет я отдала эти деньги мужу по моему он там на ипотеку их закинул и оставил мне то ли 50 то ли 100 тысяч с продажи то есть вот я я просто поняла что я кстати на карантине по моему не посмотрела вообще ни одного сериала вот я вела именно к этому я вообще ни одного сериала не посмотрела я все время чувствовала что я обязана сейчас что-то делать что-то придумывать и тогда я провелась и первый эфир я помню стрессовала капец я готовилась просто неделя две наверное три но то как он проходил и какие я отзывы получал то есть я правильно понимаю что для тебя карантин стал по факту точкой роста когда ты взяла начала просто ебашить в тот момент когда все опустили руки я в том числе да я в карантин ушел в какую-то депрессию да я помню что мы с тобой познакомились именно по моему в тот момент после карантина но ты взлетела именно тогда когда ты осознала что ты зарабатываешь больше одного миллиона ну или в принципе 1 миллион в месяц когда наступил этот момент было в карантин или это было после это было после карантина я на самом деле мне кажется что я в принципе в месяц как бы и зарабатывала миллион ориентировочного после карантина там был просто бум я помню когда мы открылись это была запись к моим четырем мастерам просто они работали у меня каждый день и мне на счет падали бабки еду охренеть но там не было такого что вот такой хоп миллион типа месяц миллион нет они постоянно в обороте сам понимаешь сам салон держит вот и вот этот вот миллион я ощутила я сегодня тебе рассказывала когда я запустила продажу методички я не ожидала я реально не ожидал потому что эти методички отдавала сначала бесплатно а потом я решила ее доработать усовершенствовать и я ее запускаю и это был просто какой-то бум это знаешь когда ты берешь телефон и он вибрирует от количества вообще не тогда в доме не отключала и он вибрирует он не останавливаясь вибрирую просто и когда ты заходишь директ этой ну я впервые такое видел это когда вот они просто вот так вот обновлялись вот так и на меня на глазах росли запросы 16 33 64 я такая что происходит и у меня вот менеджер вручную тоже все это обрабатывала данную ситуацию приняла внутри у тебя был страх этих денег того что вот сейчас произойдет что-то то чего раньше никогда не было и в принципе раньше это казалось нереальным потому что у многих воспитание детства такое что как я говорил в прошлом выпуске большие деньги можно заработать только через продажи наркоты escort я когда увидела сумму больше 600 тысяч там 600 620 или что такое я поняла что я продала вот на больше 600 мост 600 мастерам у меня был просто резкий испуг я просто у меня было такое что типа я помню как я заблокировала при мне сказала стоп хватит то есть но для меня это было типа как огромные деньги как так но я помню эту эмоцию и я этой настолько эмоции сильно заблокировала что после этого продажи остановились они просто остановились вот в этот вечер больше ни один человек не купил эту методичку и я начала я поняла какую ошибку совершила что не нужно реально прорабатывать это я помню даже но это не тогда но есть такое задание когда ты все представляешь в месячный свой доход вот закрываешь глаза и представляешь у каждого он свой естественно да и потом ты пытаешься его расширить прям вот максимально там допустим примеру там пять миллионов потом сидишь и представляешь как это цифра превращается в 6 миллионов и я на тот момент разрешила себе что денег будет больше на следующий день продажи снова пошли в неделю это было 642 и потом в течение следующей недели мы докрутили еще там до миллиона как ты думаешь продажи связанные с мышлением или еще на части с ресурсным состоянием у тебя были моменты когда ты пыталась что-то но выпустить или продать максимально заебанное и когда ты понимала что я да я это сейчас выпущу мне это нужно но вот внутри желание этого делать не было да конечно было как были данные проекты заходили заходили меньше потому что когда ты правильно сказал когда ты делаешь и состояние ресурса это все я их выпускала не потому что я хочу а потому что меня просили гуль когда будет вебинар по ботоксу концентрату к примеру гуль когда будет это а можно вот этот вебинар и ты его делаешь от того что тебе его нужно и ты ему всовываешь куда-то там свой какой-то выходной прописываешь программу готовишься запускаешь но мне же как бы как таковых прогревов нет прогревов нет каких-то продаж курсов как таковых нет и они работают с продюсером то есть у меня это все получается интуитивно и поэтому тот вот этот вот бомб с методичка это тоже было что-то из ряда вон выходить на тот момент то есть я понимаю что сейчас на онлайн курсах на онлайн продуктах можно заработать вообще спокойно но на тот момент это же был первый такой случай я помню как людей бомбило которые придирались к опечаткам я знаю как себя бомбило потому что я тоже получал себе в директ негативное высказывание насчет твое тетрадь и вот я думаю что это были просто тупые неудачники а также это был такой истерии теперь где мой миллион типа я же такая умная я заметила ошибку где мой миллион сделай сделай такой же продукт сделать похожий продукт возьми идею сделай пройди полностью такой же путь со всеми ошибками и попробуй дайте до этого что самое интересное эти диванные критики они могут этого сделать и очень часто дома с тобой встречаем мастеров которые работают сфере гораздо больше чем мы по факту они добились ничего но мне в такие моменты неудобно то есть когда я говорю я в сфере здесь 16 года и мы начинаем с ними знакомиться на обучениях они мне говорят что я 2012-го я 10 лет в сфере и вот здесь внутри мы приходим к моменту как раз таки таких людей вот лично меня раздражает когда приходит ученица другого технолога и пытается меня заебать какой-то хуйней вот из разряда твоя фраза которая сегодня была с утра у психолога у меня тут вопрос и так первый поехали я тут была на обучение у не будем говорить кого да 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 вот и из разряда а вот это вообще-то отправили на исследование нет какой-то конкретики да то есть ты четко видишь что человек пытается не узнать информацию да потому что большинство учеников задают очень много вопросов как бы мы на это реагируем адекватно но есть реально люди которые хотят заебать и они чувствуются сразу потому что я с тобой проводил обучение и я уже понимаю что у тебя такая же человека как у меня но какая у тебя реально истинная внутри реакция на таких людей честно тебе это не раздражает абсолютно мне вообще плевать вот честно у меня были такие которые приходят ко мне на обучение вот как как эти рассказывают она пришла такая короче я тут прошла обучение у одного технолога вот и у меня вопросы и она начинает меня гонять по вопросам и у меня ощущение как будто я просто сдаю экзамен и я не понимаю я искренне не понимаю почему я должна отдуваться за эту дичь которую несет другой технолог почему у учеников вот реально такое так скажем такое видение да у меня летом была ситуация когда ученица приехала на обучение с твоим методичкой она говорит у меня есть пару вопросов я тут прошло я тут прошла обучение уголь нас если же думаю пиздец знаешь какие в такие моменты что говорю когда это индивидуально просто бомбила для каждого нас позненавидела я в такие моменты говорю что у меня есть своя техника я абсолютно не знаю как работают другие технологи как они преподают и даже если он дает какую-то информацию что они под этим словом подразумевают вот но у меня есть своя схема по которой я работаю много лет которую я наработала по которой работают мои мастера которая действительно дает предсказуемый результат и я тебя научу пользоваться этим ею да хорошо вот смотри ты начинала с работы на дому правильно понимаем потом ты дошла уже до открытия там своего кабинета студии мастеров полной студии да то есть там где вы есть на данный момент полная школа сейчас это магазин здесь сразу ну будет несколько вопросов первые это не пытаешься ли ты стать монополистом нашей сфере просто захватить и задавить всех ну вообще было бы круто почему нет вообще изначально идея магазина пришла потому что начали спрашивать а можно ли у вас это купить и я как человек который сам ездит на обучение ездила на обучение я понимала что мне удобнее купить здесь сейчас я вообще абсолютно никогда не воспринимала человека который рассказывает про какой-то продукт продажника когда он рассказывает и при этом демонстрирует красивую красивый классный визуал рабочую технику я понимаю что этот состав мне нужен продай мне его то есть они мне не воспринимал этого человека как человека который мне втюхивает этот продукт и наверное поэтому мне было проще взять состава на продажу и мы себя позиционируем как мульти бренд и мы продаем только те продукты которые дают всегда предсказуемый результат на которых работаю я работают мои мастера на которых я провожу обучение мои технологи проводят обучение и мы просто решили собрать те продукты для тех людей чтобы тем людям которым близко моя политика и близко моя техника работы чтобы они просто в одном месте могли взять это делать и заказать хорошо чем вы отличаетесь от других потому что например есть очень много перекупов с бразилии до элементарно в краснере есть дикий академия где по факту тоже представлены мульти бренды чем отличаетесь конкретно вы я не думаю об отличиях я не думаю других макс вообще абсолютно не сравниваю себя не с одним не с одним другим магазином это самое наверное самое последнее о чем бы я думала я не думаю об отличиях я думаю о том что мы когда его открывали мы понимали более что не всегда есть в наличии у кого-то где-то очень долгий ответ прям максимально долго отвечают отправляют не в этот же день то есть и мы когда открывали у нас была такая так скажем политика что это мгновенные ответы максимально мгновенные максимально подробная консультация если она нужна и максимально быстрая отправка то есть чтобы максимально было удобно и мы стараемся этого сейчас придерживаться бывает такое что в россии например закончился состав как недавно было там взаимом 1 а у вас не есть бывает потому что успели допустим у нас раскупить это бывает хорошо три действия которые помогут мастеру реально начать зарабатывать и выйти в топ вот по твоему мнению что вот три основных ключевых действия понять что инстаграм наконец-таки это та площадка где-то можешь развиваться осознать свою уникальность и выйти из зоны комфорта потому что пока ты находишь зона комфорта это та зона где стоит тебе чему-то к примеру зону комфорта где тебе хорошо до зона некомфорта это когда тебе приходится что-то делать то что тебе не хочется делать марафон и онлайн какие-то вебинары онлайн продукты что-то новое в те моменты когда ты начинаешь стрессовать в те моменты когда тебе приходится поднимать жопу с дивана и начать что-то делать но прикол в том что в этой зоне комфорта нет роста абсолютно никакого то есть ты не растешь и если ты не растешь то а теперь никто не узнает вот и все то есть вообще в принципе вся моя жизнь это все время выход из зоны комфорта когда я уволилась из офиса ты был выход из зоны комфорта когда я из дома перешла в кабинет своей будущей свекрови выход из зоны комфорта потом это был съем кресла потом это потом это скитание вот этот вот по арендам потом это аренда своего помещения переезд ремонт всегда будет выход из зоны комфорта если я не выхожу я просто реально остановлюсь в развитии у тебя были ученицы на которых ты смотришь и понимаешь что ну блять ей лучше уйти из этой сферы прямо здесь и сейчас обычно была ситуация когда что ты понимала у меня практика длилась 8 часов 8 часов с одной моделью там волос вот вот прям вот я тебе клянусь я даже этот момент снимала и отправлял своим мастерам это было очень сложно когда она просто вот взяла прядь и чтоб ты понимал скорость и у протяжки она просто вот тянет это была база и это было вот так вот очень долго то есть она тянула убирала потом она опять брала прядь смотрела потом еще раз протягивала еще раз держала смотрела и то есть она одну прядь могла мусолить минут пять вот прям реально минут пять и когда я говорила я говорю ну чё ты трогаешь оставьте в покое переходи к следующей она вот просто вот так вот дома 3 сварила на меня игру просто наверное хотите пойти домой пораньше это было очень сложно но прикол короче она периодически там сейчас уже она периодически заказывает у нас состава работает у нее рабочая страница и у нее это круто это классно что ну вот в тот момент да ты довела человека до конца когда эта база в принципе на базе у меня такая же политика да то есть как бы человек не тупил как бы у его не было я буду до конца да конечно это база а если это повышение ты понимаешь что человек работает там три года 45 она не знает что такое кутикула и чем она отличается от кортекса и что ну реально проще нахуй уйти работать в пятерочку такое было выгодно мы понимаешь мы максимально терпеливы кроме меня слава богу есть еще технологи которые проходят проводят со мной обучение и то есть ты решил очень сложно да вот когда я понимаю что у меня сейчас уже вот все вскипит я просто отхожу улыбаюсь отхожу кому-то другому и такая пытаюсь как-то переключиться и мои девочки подходят у которых терпение еще больше чем у меня и они прям реально ставят руку ставят руку и есть тех и самое знаешь что классная те девочки мы можем подход найти к любому к мастеру абсолютно к любому и очень круто когда те девочки сначала там с таким видом высокомерно смотрят слышь ты типа я в этой сфере уже я вообще-то парикмахер я вообще-то типа училась три года несколько там учиться ну да много-много я парикмахер я вот тут что ты мне будешь говорить как и что делать у меня они не теряются они говорят ты пришла к нам ты пришла за этой техникой и значит ты будешь работать так как работаем мы вот если это не действует в конце когда мы смываем состав мы всегда видим кто с хуёвничал я реально подхожу говорю я не буду тыкать пальцем но но имей ввиду да что концы вот так вот это не норма и если ты отпускаешь своего клиента с вот такими концами в эту сторону или в эту сторону то как бы может быть все таки попробуем поработать так мы показываем на следующий день она подходит и говорит ксюш а покажи пожалуйста еще раз как тянуть и она тянет красиво ровно и мы смываем там классно и ты думаешь так что очень у меня очень мало таких с которым приходится у меня есть такие это очень просто очень классно знаешь когда приезжают такие которые типа давай давай за рипова удиви меня типа давай расскажи а как вот это но самый прикол что с такими мы потом дружим у нас прям реально любовь мы общаемся и они когда приезжают москву они обязательно заходят гости моя практика показывает то что вот такие которые типа давай они на практике подойдут по утюжит по-своему а потом когда ты смываешь состав и сушит просто во взгляде видно как они сидят на очке и подходят дай в момент когда ты там отлучаешься за ножницами не смывашка не подходит и проверяет именно свою сторону часто такое встречаешь до встречаем смотрят старая сделал вид как бы ты лет не замечаю чтобы мне было неловко я же гре тактично и три действия которые не стоит делать начинающему мастеру я считаю что не нужно размениваться и пытаться заниматься параллельно кератином еще чем-то примеру кто-то думает драг письки это норма крови одновременно с письками я просто представил как она сидит в составе блять вот так блять это жестко сейчас такие мастера которые хотят одновременно видел такой кадр за хаш кератичку ней брови и ногти и пятки и ой макс перекрасили вот не надо быть и уборщицей и кератин щицей одновременно хорошему не приведет мы говорили про пискодровок это первое ладно не нужно размениваться дальше не замыкаться в себе а продолжать делать разбираться почему могло получиться вот так докапываться стоит писать всем технологам подряд и по ходу да слушай но я не писала вообще никому не писал максим значит и писала группу знаешь эту группу подслушно кератит конечно я знаю вот если очень-очень вниз полистать я тоже всякий тупой вопрос задавал никому не заебывала вообще я помню что когда я отступление когда я начинал единственная технолога которого я нашел то виктория будни с краснодара до кого я нашел на тот момент я не знаю блять мне было 17 лет парень я не знал что power touch мне клиент говорит у меня было air touch я стою гуглит куда-то или стою гуглю блять ну похуй я ей боялся задавать вопросы по составам которые она же продает но сейчас я замечаю такую тенденцию что один мастер пишет заметках сообщения копирует делает просто control v control c всем подряд как ты считаешь что норма но я знаешь они наверное когда это разоваться наверное да потому что он действительно пытается разобраться как правило такие люди это делают ни разу мы это тоже отследили если ни разово это нет не нормально ничто тебя не он не научит кроме как твоего опыта мы практики мы всегда должны видеть результат как бы постараться его предугадывать и когда допустим даже элементарно у меня клиентов и точнее ученики выпаривают состав я не говорю сколько протяжек я говорю никогда не считаю я считаю говорю подключая интуицию чувствую волос тебе нужно чувствовать волос реально то есть ну ты мне наверно не дашь соврать да когда при нано пластике давать оттянуть вот прям достаточно а иногда бывает тянешь и думаешь блять ну мало короче за херачку еще раз и такой блюдо еще раз и тут уже запахло паленым это тебя не ждать вот но и каждое свое движение делаем осознанно осознанно представляет а еще третий совет это не заводить новый аккаунт для того чтобы выкладывать волосюшки в коллажах до после и одни затылки просто во первых на когда есть твой да есть твой аккаунт где уже есть изначально твои потенциальные клиенты которые к тебе изначально уже лояльны что ты можешь пожелать абсолютно все мастерам с нулевого уровня до уровня топового технолога одновременно да какая может быть какая-то общая проблема или что им можно пожелать неважно ты на базовом уровне или допустим ты на уровне руководителя к примеру студии там и топового технолога всегда должен быть какой-то момент в общем чтобы ты не выгорал ты должен переходить на следующий уровень он базовик он пришел обучился кератину ботоксом вот хера что тут вот кератин блять ботокс пока у него не защемило вот тут вот да он там ему воняет он уже устал и он должен идти на следующее обучение обучить допустим на на пластике и холодного снова обучился она ввел и начал вот это все дело и точно так же продолжает там развиваться да а топовый технолог чтобы знаешь что ну тоже он не должен ловить вот эту вот звезду терпеть не могу людей которые ловят звезду как ты думаешь после этого интервью нам скажет о том что нас не словили звезды что мы охуели нет я вообще абсолютно не воспринимаю себя я до сих пор а как же вот эта фраза ну что-то на бедном вы на бедном это не я сказала это сказали ученики которые пытались мне напомнить комфорт проком как называется класс такси и кроме бизнеса что-то на бедном я вообще абсолютно не помешана на деньгах человек конечно когда ты заебываешься и ты можешь позволить себе шарф за 60 косарей почему бы и нет мне там кто-то написал ой в сумме дорого можно вообще пойти на рынок нет самый шар купить у байеров но для меня сейчас реально кайф прийти в цу вот так вот сделать и оплатить себе этот шар то есть я сейчас от этого момента кайфую я хочу максимально этим моментом насладиться потому что я понимаю что в своей ступени развития и в своей ступени финансового какого-то дохода это нормальная так скажем такой момент который я сейчас вот пройду и я его с удовольствием сейчас прохожу нереально в кайф приехать сум купить себе очки купить себе шарф купить себе ремень и пример все и перечислила что я купила купить и да купить вот так и думать блять круто я купил они думать о том что я у байер нам пить дешевле короче нет мне я пойму что это не доставляет мне такого кайфа и для меня это стало обыденным как сходить там купить хлеб к примеру да я наверное буду заказывать у байеров и понимать что нафиг не переплачивать и что ты ощущаешь тот момент когда ты вот именно слышишь этот звук когда прошла оплата через за пупой если честно вот я не знаю откуда но для меня это норма то есть даже в самый первый момент когда я делала такую ну большую такую покупку то есть ну примерно на сто пятьдесят тысяч я вот так вот оплачиваю когда я вот это вот делаю у меня было ощущение уровня нормы то есть видимо я где-то сознательно внутри до этого уже дошла до выросла и сейчас это все просто преобразовалась ну так скажем материальном физическом мире когда я подошла и вот так сделать очень они вот такую у меня был такой у меня каждый раз вот такой вот трепет классный когда я покупаю себе классную шмотку думаю ты гордишься собой в эти моменты не горжусь ну то есть я как бы короче я на каком-то внутреннем уровне уже до этого дошла поэтому я спокойно оплачиваю но я понимаю что когда я плачу ну типа ты крутая вот ну то есть вот какие-то меня нет какой-то вот прям гордынь вот у меня нет гордыни у меня есть ощущение ну гордыни когда я задавал вопросы не имею ввиду типа в том плане да я поняла охуеть просто а в том плане то что я молодец я смогла дойти до этого потому что многие растут ну скажем так в нищете и бедности да это зарплата до 20 30 40 тысяч рублей мы с тобой с этого мира этого мира похуй вот и в те моменты кажется что дойти до вот этого уровня ну просто невозможно да и мы прекрасно с тобой знаем что есть очень много мастеров которые могут смотреть эти истории просто охуевать от того что мы периодически делаем покупаем и так далее да там как пойти купить спокойно 2 фоне на это смотрят и как ты думаешь что они испытывают в этот момент это возможно злость кто-то возможно не верит кто-то думает что повезло вот но везение вообще не существует хорошо то что ты это транслируешь ты это делаешь для того чтобы выебнуться или чтобы показать что все возможное что любой мастер может дойти до хорошего за я показываю это потому что это моя жизнь это неотъемлемая часть меня не потому что я никогда не смогу показывать то что не соответствует мне потому что ты выгораешь когда ты пытаешься кого-то копировать и пытаешься жить чужой жизнью ты в какой-то момент просто знаешь как легко это определить когда человек пропадает история с прям вот конкретно пропадает и пусть какую-нибудь хуйню там типа окошки блять до после там вот для мои ноги я гляжу там вот мой код и все и такой против потерялся блюдо неделю а потом такой резко вышел такой тип по маску одел рассказала как все классно и потом опять пропал а потом вдохновился чьими-то stories к примеру какое-то время потранслировала потом опять пропадает то есть вот это говорит о том что человек живет не своей жизнью пытается показывать когда ты живешь своей жизнью ты пока ты в ресурсе всегда практически ты постоянно показываешь то как ты живешь какую-то есть вот ну к примеру вчера мне было в лом вообще что-то снимает рассказывать а сегодня мне проперла на stories я сегодня столько показывала снимала реально пять лет назад я помню я отчетливо помню как я шла в обуви там в балетках аля за 800 рублей и я мечтала о том что я сейчас получу зарплату и куплю себе балетки за 3000 из натуральной кожи сколько сейчас стоит самая дешевая шмотка в твоем гардеробе а моя дешевая носки 600 рублей даже обуза вы дешевле да серьезно рубашка за 300 слышно какие-то такие майки тоже наверно у меня есть а сама дорога не знаю я не разрешаю себе отдыхать у меня чувство вины что я до это время могу провести использовать грабы но сейчас у меня автоматизирована работа студии вот все без меня происходит вот автоматизирована работа магазина потому что муж взял на себя контроль там единственное что не автоматизирован это обучение которое на которых я должна присутствовать и люди летят именно ко мне вот какой-то мере да потому что когда ты не работаешь ты начинаешь загоняться заморачиваться вот нет такого тебя что когда ты приходишь на работу ты реально отвлекаешься у меня есть такое мне каждый день на работе проходит за ну просто секунду я стра просыпаюсь и уже я ложусь спать я не замечаю как проходит день но при этом да мы с тобой трудоголики и у меня есть определенный момент это стадия дна дна ощущение себя как дно не дна одно конкретно дно днище когда ты на работе чувствуешь себя круто классно ты приходишь домой закрываешь дверь и понимаешь что ты просто ниже дна и ты не знаешь как вообще завтра выходить сюда как в stories выходить выходить в stories и проводить обучение у тебя такие случаи бывают довольно часто что ты с ними делаешь знаешь я заметила что если себе разрешать уставать и разрешать себе болеть то это намного легче быстро что ты подразумеваешь под словом разрешать когда не чувствуешь угрызения совести когда ты включаешь какой-нибудь тупой турецкий сериал ждешь когда же он поцелует ее вот и просто включая школу в момент и не рабочие лежать там лежа на диване и блане смотреть сериалы там смотреть тик ток что-то листать да ну то есть проводить время по факту бессмысленно как ты считаешь это нормально или все же вместо того чтобы этим заниматься ты можешь пойти пробовать вообще наверное для меня для того уровня сознания который у меня есть это считается отключение мозга это норма но к примеру я слежу там за некоторыми людьми которые называют это дисциплиной и ты себя можешь задисциплинировать так что примеру ты себе не позволяешь лениться и ты действительно это время проводишь с пользой ты постоянно проводишь время с пользой то есть ты слушаешь правильную музыку ты слушаешь правильные книги ты читаешь правильные книги у тебя четкий распорядок которые будут улучшать качество твоей жизни заставлять тебе правильную мысль была ситуация вот допустим с тем же самым с той же самой опечаткой когда вместо имеющиеся полотно я написала но видимо телефон из правил то 9 там что причем мы отдавали эту методичку копирайтеру там было имеющие полотно блять там просто вообще раздули просто мне скинули стоя с этого технолога о существовании которой я даже не подозревала до этого момента пока мне не отправили блять и как бы на тот момент вот кто-то мне говорил что на тот момент там у нее было около ну когда я зашла там что около трех с половиной тысяч подписчиков да и недавно кто-то мне скинул не столько же то есть для чего вообще не растет абсолютно за год этот даже за больше вот и когда мне отправили меня сначала бомбила об этом я так успокоилась и увидела что человек на вот этой вот ситуации просто блять он дня три просто тупо и и мусолил stories о том что поеду сейчас студию по имею полотно или полотно будет иметь меня как вы думаете этот опрос ну то крайне я думаю что твое полотно помимо ее вот на что я рассказала мужу он муж крайне тупая ситуация это говорит то же самое что я к примеру да взял такое письмо генерального директора или учредителя на котором опечатка и бегу по офису говорит смотрите смотрите опечатка вообще хоть бывает я знаю что очень много хуесосят составы на которых я работаю вот никому ничего не собираюсь доказывать иногда бывает меня пропирает и я говорю и говорю четко и конкретно по делу мне кажется так часто об этом ну транслирую такие моменты что меня удивляют надеюсь то о чем ты постоянно думаешь но боишься сказать что в историях но хочешь и все говорю я вообще крайне открытая со своей аудиторией крайне максимально открытая и всегда рассказываю о своих переживаниях клиенты такие которые к примеру там женщина привела свою дочь на процедуру мастер ей называют цену от и до в итоге она есть режет кончики и добавляет еще в прайсу 500 рублей звонит называют дочери цену дочь звонит маме и говорит мама такая-то цена на что мать звонит директору студии начинают шатать голову типа блин нет наверное я от этой ситуации не злюсь потому что не я их решаю то есть сейчас не я их решаю я вообще не понимал макса который записывает если блять вот в секрет на хуй а почему почему бы это не делегировать нет уже два месяца я не веду запись я два месяца не общаюсь клиент если не блять лет если вот я например переписываю примеру дак с клиентом есть мне клиент пишет вы знаете я наверное хочу но вдруг но я боюсь что не сожгут волосы я же просто буду посылать если не буду ведь такие сообщения я реально буду посылать я не смогу с ней переписываться и закрывать ее боли и как-то доводить до записи блять со мной потому что я бешусь если начинаю открывать делик блять ты сегодня видел чем это спросил нет дожди да при тебе было чем блять отличается коллаген от кератина сука пер но мы поняли что речь шла о составах но я гульнас говорю слушать то что коллаген это глобулярный белок кератин это фибриллярный белок пусть нахуй мозг взорвется но что самое интересное дальше девочка написала вообще-то я имела ввиду чем коллаген связи с язвить но очень редко наверное потому что у меня нет этой гнили внутри вот и все вот вот и весь секрет гнили какой-то ебать огнилой аль на макс охуеть да похуй и так ну что с вами была гниль и гульнас зарипова пока подождите то что вы сейчас принесли мы пойдем и потратим прикинь блять